Друзья, всем привет! Я так рад видеть тех, кто в зале сейчас. Всем большой привет! Благословений вам! Друзья, спасибо, что вы к нам подключились в YouTube, в социальных сетях, на сайте IGNC. Мы приветствуем каждого. И сегодня вместе со мной Оля. Оля, привет! Привет, Никита! Здравствуйте, дорогие друзья! Спасибо, что подключились к нам. Пожалуйста, напишите нам в чате, из какого города вы нас смотрите, из какой страны. Мы будем рады с вами познакомиться. Никит, ты знаешь, что у нас каждую неделю смотрят тысячи человек? Представляешь? Я в этом уверен. Да, и так замечательно, что даже находясь на расстоянии, мы друг от друга далеко, но мы вместе можем объединиться и быть вместе в поклонении и в служении нашему Господу. Оля, а еще у нас самые классные прихожане, они самые верные посвященные. Я знаю, что многие добираются на служение 2-3 часа. Это просто удивительно. Вы для меня, если честно, самые герои. Самые, что ни на есть герои. И именно поэтому мы открываем филиалы. И последний филиал, который мы открыли, он был на Юго-Западе Церковь. Спасибо каждому, кто участвовал в этом проекте. И прямо сейчас я предлагаю посмотреть видео о том, как прошло первое служение, первые три служения. Целых три служения нам понадобилось, чтобы все, кто хотели попасть на открытие, попали. Поэтому прямо сейчас давайте посмотрим видео. В минувшее воскресенье христиане всего мира зажигали третью свечу Адвента. Символично, что именно в этот день состоялось торжественное открытие и освещение собственного помещения юго-западного филиала Московской Церкви «Благая Весть». Восемь месяцев назад в связи с внесенным локдауном церковь перестала собираться на воскресные богослужения, но кризис открыл новые возможности. И вот чудо свершилось. Радостная атмосфера наполнила зал. Казалось, небеса ликовали вместе со всеми. Сегодня был открыт наш филиал на юго-западный. Какая радость была здесь сегодня, что наконец у нас место на наших людей в этой сфере в Москве. Слава Богу, я просто благодарю Бога за этот большой шаг веры. Юго-западный филиал сразу начал вести полноценное служение – музыкальное, детское, подростковое, а также многие другие служения готовы и встретить не только участников, но и новых служителей. Вместе с помещением церковь обрела новую жизнь и новые возможности для служения людям. Это место исцеления, место спасения, место, где жизнь будет восстанавливаться, место, где мы будем вместе поклоняться и молиться. И мы благодарим Бога за то, что теперь мы можем здесь петь и поклоняться. Теперь все только начинается. Друзья, мы ждем вас всегда. Мы ждем вас, чтобы вы приходили и вместе с нами поклонялись Господу, всей семьей, вместе с подростками, с детьми. Мы ждем, мы очень рады. Наши богослужения, они проходят в 11 часов и в 14 часов, каждое воскресенье. Приходите. Благая весть становится все ближе к людям во всех смыслах. Информационное бюро «Спектр» Москва. Никита, какие радостные события у нас все-таки происходят под конец года. Слава Господу. Друзья, а мы вовсю продолжаем готовиться к Рождеству. И несмотря на то, что в этом году у нас нет возможности организовать столько мероприятий праздничных, сколько мы это делаем обычно, все равно в этом году мы подготовили для вас рождественские сайты, для того, чтобы у вас было прекрасное рождественское новогоднее настроение. На рождественском сайте вы сможете найти рождественские фильмы, музыку, различные что? Я знаю, там есть рецепты. Да, различные рецепты. Очень много вкусных рецептов. Да, игры, подделки для детей и многое другое. Даже можно найти картинки, картинки для вашего телефона или компьютера. Заходите на IGNC.org, там будет ссылка. Ну или вы можете написать нашим консультантам в чат, и они сбросят эту ссылочку для вас. Оль, я знаю, там есть еще один хороший раздел. Это «Сделай доброе дело в Рождество». Друзья, 20-й год выдался непростым, и многие планы, которые мы строили, к сожалению, им не было суждено сбыться. Поэтому на этих служениях, на сегодняшних служениях, сегодня мы будем собирать особенное пожертвование, которое пойдет на покупку подарков в детские дома, продуктов для семей, которые попали в сложную жизненную ситуацию в этом году. Многие потому что остались без работы, многие остались без дома. Таким людям мы тоже будем помогать. Именно на этом мы будем собирать сегодня наши пожертвования, которые будут в красных конвертах. И прямо сейчас у нас есть видео, давайте его посмотрим. Здравствуйте, друзья! Я пастор Павел Реннер. Рождество – это время подарков. Главный подарок, конечно же, Иисус Христос. Но и мы можем поучаствовать в жизни друг друга. В этом году мы бы хотели приготовить 2600 подарков для людей, которые особо нуждаются в наше внимание. Это 200 продуктовых наборов для малоимущих семей. Это дети нашей церкви. Это мероприятие для бездомных здесь, в здании церкви. И это доставка подарков для детей-сиротов. Вы можете в этом поучаствовать. Нам нужно миллион рублей. И жертвовать мы будем именно 20 декабря. Давайте сделаем так, чтобы Рождество было в каждом доме. Друзья, большое спасибо, если вы уже принимаете участие в этом проекте или планируете его принимать. Это так здорово. И наши лидеры, лидеры нашей церкви не остались в стороне от этого события. Они также принимают в этом участие. И они хотели поделиться с вами, почему для них важно жертвовать и почему они будут участвовать в этом проекте. Мы подготовили еще одно видео и давайте вместе сейчас его посмотрим. В этом году на Рождество мы хотим купить еду, купить подарки и рассказать людям о Христе и накормить их. Мы хотим подарить подарки детям в детских домах, детям в этой церкви. И хотим купить продуктовые наборы семьям, которые находятся за чертой бедности. И накормить и рассказать о Христе людям, которые остались совершенно без дома. То есть люди, которые живут на улице. Для этого мы организовали проект, который пастор Павел Реннер назвал «Рождество в каждый дом». И я лично участвую и жертвую по разным причинам. И для меня важно жертвовать, потому что я верю, что закладываю фундамент моего будущего. Писание говорит, кто напояет других, тот и сам напоит будет. И я верю, что это повлияет на мою жизнь. И я задал вопрос лидерам церкви и спросил, почему они жертвуют в этот проект. Давайте послушаем, что они сказали. Я жертвую для того, чтобы угодить Богу. И точно так же, как когда-то Бог отдал Иоанна 3,16. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего. Когда я жертвую, я подражаю Богу. Я жертвую, потому что верю, что через эти подарки люди, которые их получат, почувствуют любовь и заботу Господа нашего Иисуса Христа. Я жертвую, потому что хочу показать свою любовь к Богу и людям не только лишь на словах, но и конкретными поступками. Я жертвую, потому что Бог любит меня. Только представьте, есть тысячи прекрасных голосов в этом мире, но Бог почему-то хочет, чтобы Ему пел я. Есть много миллионеров и миллиардеров в этом мире, но Бог хочет, чтобы почему-то жертвовал я. И мне нравится, когда Богу это нравится. Я пожертвовала, потому что я хочу, чтобы праздник пришел в дом кому-то еще. Я жертвую, потому что я хочу быть в одной команде вместе с вами. Вы жертвуете, и я тоже. Итак, вы можете участвовать в этом проекте вместе с нами. Друзья, вы также можете пожертвовать в этот проект, отдав свои пожертвования сегодня в церкви в красном конверте. Или же вы можете зайти на сайт Благая Весть Онлайн на страницу пожертвования в раздел «Особые проекты». Друзья, мы ищем дизайнера. Дизайнера, который сможет совмещать графический и веб-дизайн. Человека также, который разделяет церковные ценности команды. Если вас заинтересовала эта вакансия, заходите на сайт Благая Весть Онлайн в раздел «Вакансии» или же напишите нашим консультантам. Церковь, ну а мы продолжаем и подводим итоги к уходящему 2020 году. И сейчас я хочу поделиться с вами некоторыми цифрами. В этом году команда телевизионного служения отсняла 262 новых программы «Измени свой мир». А всего было смонтировано и подготовлено к вещанию, вот Никита знает, более 5000 программ на английском и на русском языке. Это очень много. Друзья, и мы благодарны Богу за каждого нашего партнера, который верно сеет свои молитвы и свои финансы для того, чтобы Божье Слово было проповедано до самых краев земли. Друзья, каждую неделю с понедельника по пятницу у нас выходят программы «Измени свой мир». И тема, о которой будет говорить епископ Рик Реннер на следующей неделе, это послание Иисуса Филадельфийской церкви, которое написал апостол Иоанн в книге Откровений. Мы будем говорить о Божьей воле, о том, как понять, какие двери открывает для вас Господь, а также о сверхъестественной защите и о многом-многом другом. Поэтому не пропустите. Вы можете следить за программами на нашем YouTube-канале «Измени свой мир», также на сайте IGNC.org. И вообще подключайтесь ко всем нашим социальным сетям. Мы есть абсолютно везде. Мне кажется, единственная социальная сеть, в которой нас нет, это ТикТок. Мы есть в Инстаграм, Ватсап, Телеграм. Поэтому подключайтесь, следите за нашими новостями. Мы вас очень любим. Как здорово. Друзья, я хочу напомнить, что 3 января на служении мы все вместе будем принимать при части Е. А 8 и 10 января мы будем праздновать Рождество. Вы также можете присоединиться к служениям в Церкви, в Центральной Церкви, в пятницу в 20.00, или же в воскресенье в 10.00 или в 13.00. Также служения проходят в филиалах нашей Церкви в 11 и в 14.00. Но, пожалуйста, не забывайте предварительно регистрироваться на служение на сайте MGNC.org. Это очень важно. Очень важно. Это очень важно. Поэтому большое спасибо, если вы регистрируетесь. Друзья, а также, если кто не знает, хочу сказать, что между служениями у нас проходят курсы по изучению Библии с видеоуроками от епископа Рика Реннера. И сейчас как раз изучают тему «Как оставаться в вере». А уже с 10 января мы начнем новую тему «Как возрастать духовно». Поэтому присоединяйтесь к нам. Ну, на этом время наше уже подходит к концу. Мы вот-вот, да, начнем. Маля, ты абсолютно права. Сегодня будет проповедовать Павел Реннер. Поэтому давайте подготовим свои сердца. Пастор Павел Реннер. Вот. Также сегодня мы рекомендуем... Не рекомендуем, мы хотим сказать вам, что можно подумать о том, что бы вы хотели оставить в 20-м году и чего бы вы не хотели делать в 21-м году. Это такая небольшая подсказка, о чем сегодня будет говорить пастор Павел. Вот. Поэтому мы вот-вот начнем. Давайте прямо сейчас посмотрим еще одно очень важное видео. И поэтому отложите все свои... Все, что вас отвлекает. Я рекомендую. Если вы не смотрите по телефону, то отложите телефон, потому что так легко уйти в социальные сети и уже оттуда не вернуться. Вот. А сейчас внимание на экран. И начнется наше богослужение. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Мы делаем шаг навстречу Тебе через молитву, через поклонение. И я благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты обещал. Там, где двое или трое собраны мое имя, я посреди Вас. Благодарю Тебя, Господь, за то, что мы сегодня можем иметь это общение с Тобой. Аллилуйя. Мы ценим это. И благодарим Тебя, Господь, за это общение, которое мы имеем с Тобой, и также, которое мы имеем сегодня друг с другом. Аллилуйя. Друзья, сегодня у нас будет потрясающее служение. Приготовьте свои сердца. Поклоняйтесь Господу от всего сердца. Поднимайте ваши руки, хлопайте, пойте громко, потому что наш Господь достоин хвалы. Аминь. Аллилуйя. Еще, еще огромные, огромные, огромные руки блескать. Аллилуйя. Слава Иисусу. Господь славит Тебя. Славен и Тебя, Господь. Славен Твоё имя. Твоё престол превыше всех. У Тебя вся сила. Славен и Тебя, Господь. Славен Твоё имя. Славен Твоё престол превыше всех. У Тебя вся сила. Как велика, Боже, милость Твоя. И во Христе нам дана, она. Путь на Собой, Ты открыт в небесах. Славен и Тебя. Как велика, Боже, милость Твоя. И во Христе нам дана, она. Путь на Собой, Ты открыт в небесах. Славен и Тебя. Аллилуйя. Аллилуйя. Мы славим Тебя, Бог. Славен и Тебя, Господь. Славен Твоё имя. Славен Твоё имя. Славен Твоё имя. Твой престол превыше всех. Твой престол превыше всех. У Тебя вся сила. У Тебя вся сила. Как велика, Боже, милость Твоя. Верой спасение принял я Свет твоей правды мне будет оцарив Радость подарит как велика Как велика, Боже, милость твоя Верой спасение принял я Свет твоей правды мне будет оцарив Радость подарит Превозносим, превозносим тебя Бог Аллилуй, Аллилуй Только ты достой, слава сей Только ты достой, только ты достой Превозносим тебя Бог Превознесем, превышем всех Иисус Господь один да всех Твой мир и радость всем даря Мы будем славить лишь тебя Превозносим, превышем всех Иисус Господь один да всех Твой мир и радость всем даря Мы будем славить лишь тебя Превозносим, превышем всех Иисус Господь один да всех Твой мир и радость всем даря Мы будем славить лишь тебя Превозносим, превышем всех Иисус Господь один да всех Твой мир и радость всем даря Скажи еще! Превозносим, превышем всех Иисус Господь один да всех Твой мир и радость всем даря Мы будем славить лишь тебя Аллилуйя! Аллилуйя! Здесь кто-нибудь может крикнуть «Аллилуйя»? Ты достойный, Господь! Только Ты достойный! За царей, Бог богов! Тебе за славу! Воззять на троне славы, Величием исполнен, Лишь Ты один по праву. Царствуешь на троне, Воззять на троне славы, Величием исполнен, Лишь Ты один по праву. Царствуешь на троне, Царствуй, Господь! Сердце моё! Царствуй, Господь! В жизни моей! Царствуй, Господь! Сердце моё! Царствуй, Господь! В жизни моей! Господь, Царствуй! Господь, Царствуй! Царствуй, Господь! Перед Тобой в смиреньи, Склонится всё творенье, Лишь ты один достоин хвалы и поклонения Перед тобой в смирении склонится все творенье Лишь ты один достоин хвалы и поклонения Царствуй, Господь, в сердце моем Царствуй, Господь, в жизни моей Царствуй, Господь, в сердце моем Царствуй, Господь, в жизни моей Царствуй, Господь, в сердце моем Царствуй, Господь, в жизни моей Царствуй, Господь, в сердце моем Царствуй, Господь, в жизни моей Царствуй, Господь, в сердце моем Царствуй, Господь, в жизни моей Царствуй, Господь, в сердце моем Царствуй, Господь, в жизни моей Царствуй, Господь, в моем сердце, в моей жизни Аллилуйя! Поздайте Господу славу! Аллилуйя! Господь, мы нуждаемся в Твоем присутствии, в Твоем прикосновении. Только Ты, только Ты, Бог, достоин славы всех. Лишь Ты один, лишь Ты один, к Тебе взываем мы. Возьми меня в горы, на Твои просторы, где любовь течет, как река. Ветры туновенье, Твое прикосновенье, и милость Твоя велика. Я хочу быть высшей, там, где Дух Твой дышит, где присутствие Твое. Твой Дух во мне течет, любовь свою несет. Перед Твоим трудом я склоню. Мы к Тебе позовем, Дух Святой, мы Тебя так ждем. Руки к небу вознесем, Дух Святой, мы всем сердцем ждем. Мы к Тебе позовем, Дух Святой, мы Тебя так ждем. Руки к небу вознесем, Дух Святой, мы всем сердцем ждем. Ты больцу исцелил, во благо обратил, Ты подвиг на кресте совершил. Все слезы сосчитал, мой страх навек забрал, Сын Божий ради нас отцем стал. Ты взял мою вину, Тобой лишь живу, Грех мира Ты распял на кресте. Святая Бог Твоя очистила меня, Ты искупил и оправдал меня, Святая Бог Тебя так ждем, Дух Святой, мы Тебя так ждем. Руки к небу вознесем, Дух Святой, мы всем сердцем ждем. И мы к Тебе позовем, Дух Святой, мы Тебя так ждем, Дух Святой, мы Тебя так ждем. Руки к небу вознесем, Дух Святой, мы всем сердцем ждем. Стоicem. Дух Святой, мы всем сердце. Алли, Аллилуйя, Аллилуйя Ты святой, ты святой, Аллилуйя Алли, Бог богов! Бого Бог, Царь, Царей Миру свет, Иисус Мессия Бог богов! Царь, Царей, миру свет, Иисус Мессия Бог богов! Царь Царе, иисус Кресия, Иисус Кресия, Бог Богу! Царь Царе, иисус Кресия, Иисус Кресия, Мы к Тебе разовьём, Дух Святой он Тебя так ждём, Руки к небу вознесём Дух Святой мы всем сердцем ждём Давайте ещё споём Мы к Тебе, прострите свои руки в голосах Дух Святой мы всем сердцем ждём Мы нуждаемся в Тебе, Дух Святой К небу мы вознесём Дух Святой мы всем сердцем ждём Споём ещё Мы к Тебе, прострите свои руки в голосах Дух Святой мы нуждаемся в Тебе, Дух Святой Мы ждём Тебе, руки к небу вознесём Дух Святой мы всем сердцем ждём 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 Субтитры создавал DimaTorzok А где родился, где родился, где родился, где родился, мы к тебе назовем, Дух Святой мы тебя так ждем, руки к небу разнесем, Дух Святой мы всем сердцем ждем. Господь, мы просто растворяемся в Твоей любви, в Твоей благодати, стоим пред Тобой. В Твоем присутствии стою я, растворяюсь в Тебе. Твоим дыханием дышу я, я нуждаюсь лишь в Тебе. Я хочу быть с Тобой. Я хочу быть с Тобой. В Твоем присутствии стою я, растворяюсь в Тебе. Твоим дыханием дышу я, я нуждаюсь лишь в Тебе. Я хочу быть с Тобой. Всем в Своем сердце. Я хочу быть с Тобой. Я хочу быть с Тобой, Иисус. Я хочу быть с Тобой. Я хочу быть с Тобой. В Твоем присутствии стою я, я принадлежу Тебе. Я нуждаюсь в Тебе. Твоим дыханием дышу я, я нуждаюсь лишь в Тебе. Я хочу быть с Тобой. Скажи от всего сердца. Я хочу быть с Тобой. Я хочу быть с Тобой. Я хочу быть с Тобой. Я жажду Тебя. Я хочу быть с Тобой. 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 Мы жаждем Тебя. Мы жажду быть с Тобой. Друзья, давайте будем вместе молиться на иных языках. Аллилуйя, Аллилуйя, Господь, Аллилуйя, Аллилуйя. Мы подчиняемся Тебе, и еще раз, Господь, Аллилуйя, и еще раз, Господь, мы посвящаем Себе, Свою жизнь и говорим Тебе спасибо. Аллилуйя. Эфесянам 3 глава 20 стих написано, а тому, кто действующий в нас силы может сделать несравненно больше всего мы просим или о чем мы помышляем, а к тому, кто действующий где? В нас, внутри нас. Бог внутри нас может сделать несравненно больше, о чем мы думаем или о чем мы помышляем. Это помощь, которая нам нужна, в которой мы так нуждаемся вот здесь вот рядом, ближе даже, чем наше дыхание. И у тебя есть, Бог тебе дал все, что тебе нужно. Достаточно только немного веры для того, чтобы сказать, Господи, помоги, а Он тебе скажет, а вот внутри, внутри нас, а к тому, что действующий внутри, действующий в нас может сделать несравненно больше, чего мы просим или о чем мы помышляем. Господи, я благодарю Тебя за то, что Ты можешь сделать даже больше, больше того, чем мы просим, больше, чем даже те вещи, о которых мы думаем. И прошу Тебя, Господь, о том, чтобы Ты помог нам сейчас, чтобы мы еще раз обратили в наше внимание на то, что Ты можешь сделать для нас во имя Иисуса. И все вместе сказали Аминь. Аминь. Друзья, давайте мы все вместе провозгласим то, что мы веруем. Мы веруем в Бога Отца Всемогущего и Творца Неба и Земли. И в Иисуса Христа, Единородного Сына Божия, Господа нашего, зачатого от Духа Святого, рожденного от Марии Девы, страдавшего при Понте Пилате, распятого, умершего и погребенного, сошедшего в ад, воскресшего в третий день из мертвых, вознесшегося на небесах, сидящего одесную Бога Всемогущего Отца, откуда Он придет судить живых и мертвых. Мы веруем в Духа Святого и в крещение Духом Святым, единую святую христианскую церковь, в общении святых, в прощении грехов, в воскресении тела и в жизнь вечную. Мы все вместе сказали Аминь, воздайте Господу славу. Аллилуйя. Давайте мы объединимся в небольшие группы, по два, по три, по четыре человека. И мы сегодня будем молиться за нужды друг другу, так как мы это делаем каждую неделю. Пускай в каждой группе кто-то ведет молитву. И если вы с нами сегодня в прямом эфире, вы тоже можете написать свою молитвенную нужду. Мы будем за вас молиться, и вы можете молиться друг за друга. Также, пожалуйста, напишите свою молитвенную нужду на сайте ignc.org. Там у нас есть молитвенная стена. И еще там у нас есть вкладка для свидетельства. Можете написать сегодня свое свидетельство или прочитать чужое свидетельство. Я уверен, что это послужит для ободрения. Позови, я услышу. Позови, я пойду за тобой, мой Бог, до края земли. Ты всегда в моем сердце. Ты зажег свой огонь. Позови, я пойду за тобой, мой Бог, до края земли. Быть хочу там, где ты пребываешь. Я так люблю тебя. Веди меня, мой Бог, ты знаешь, быть хочу. Позови, я пойду за тобой, мой Бог, до края земли. Позови, я пойду за тобой, мой Бог, до края земли. Ты всегда, ты всегда в моем сердце. Ты зажег свой огонь. Ты зажег свой огонь. Я хочу идти за тобой, я хочу, мой Бог, до края земли. Веди, веди меня, Иисус. Веди меня, мой Бог, ты знаешь, быть хочу. Там, где ты пребываешь, я так люблю тебя. Веди меня, мой Бог, ты знаешь, быть хочу. Там, где ты пребываешь, я так люблю тебя. 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 Давайте все вместе скажем. Я так люблю тебя. Господь, я благодарю тебя за то, что в песне мы можем выражать тебе наши чувства. Благодарю тебя, Господь, что именно вместе с музыкой мы можем обратиться к тебе в молитве. И прошу тебя, Господь, о том, чтобы слова песен, которые мы сегодня пели, которые мы поем в церкви, стали как молитвы для нас во имя Иисуса. И все вместе сказали Аминь. Друзья, воздайте Господа еще раз славу. Аминь. Вы можете присесть. Декабрь месяц всегда для нас очень-очень праздничный месяц. Неделю назад у нас здесь было благословение младенцев. Буквально на прошлой неделе у нас было открытие помещений для юго-западной церкви. И сейчас на первом служении у нас будет торжественный прием новых членов церкви. Буквально вчера 22 человека приняли водные крещения. Давайте мы похлопаем и поздравим их. И давайте мы сразу помолимся за тех людей, которые вчера приняли водные крещения. Господь, я прошу Тебя о том, чтобы Ты помог тем людям, которые сделали вчера публичное заявление, заключили с Тобой завет посредством водного крещения. Прошу Тебя, Господь, о том, чтобы Ты помог им и был рядом с ними. Прошу, Господь, о том, чтобы Ты дал им сейчас особую благодать для того, чтобы они могли служить Тебе, жить для Тебя во имя Иисуса. И все вместе сказали Аминь. Аминь. И теперь давайте, церковь, мы похлопаем и поприветствуем всех людей, которые сегодня мы принимаем члены церкви, когда вы услышите свое имя. Пожалуйста, проходите сюда вперед. Азаренко Марина Атаман Ольга Ахтымчук Лина Волков Александр Волкова Евгения Галина Марина Гушану Любовь Данильченко Александр Данильченко Ольга Долгов Александр Долгов Ян Долгова Ольга Забри Ирина Захаров Олег Из Матуллаева Махбуба Казакбаев Сагенбек Казарян Григорий Калинина Елена Конобек Кызы Аймирим Клименко Юлия Косорукова Лариса Кутусов Альберт Кутусова Виктория Легай Андрей Ли Версавия Маристова Наталья Морозова Татьяна Носкова Кристина Павлов Александр Павлова Екатерина Савостин Игорь Савостина Мария Сембиркина Дарья Тельных Ольга Тюменцева Юлия Филонов Денис Цыганкова Татьяна Черников Илья Черникова Валентина Шашкова Наталья И Шипанов Денис Поздравляю 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 Церковь Давайте Еще похлопаем Мы же Принимаем этих драгоценных людей в нашу церковную семью Поздравляю 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 Здравствуйте Поздравляю Так Я со всеми успел поздороваться. Здравствуйте. Спасибо за помощь. Спасибо. Церковь, давайте мы еще раз их поздравим, поприветствуем. Я бы хотел сегодня за вас помолиться и провозгласить для вас видение нашей церкви. Колоссянам 1 глава, 28 стих. Здесь говорится о том, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе. И здесь, в Московской церкви, благая весть, мы видим, что это задание, которое Господь нам дал. Проповедовать Евангелие. Проповедовать Слово Божие. И как ваш пастор, я обещаю вам проповедовать Слово Божие. Обещаю, что точно так же, как Иисус сказал Петру, кормить и заботиться об овцах, я буду кормить и заботиться о вас. Которого мы проповедуем, разумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе. Господь, я благодарю Тебя за то, что мы имеем возможность вместе поклоняться Тебе. И сейчас я вместе с другими членами церкви приветствую наших новых членов церкви. Благословляю их. И, Господь, я прошу Тебя о том, чтобы Ты особенно-особенно благословил их за их решение и посвящение Тебе. Прошу, Господь, о том, чтобы помазание и благословение, которое есть в Московской церкви, благая весть, пришло и на их жизни. Во имя Иисуса. И все вместе сказали Амин. Друзья, воздайте Господу славу. Давайте еще раз радостно поприветствуем каждого нового члена нашей церкви. Мы вас любим и так рады, что вы теперь часть нашей семьи. Слава Богу. Вы можете проходить обратно на свои места. Церковь. Декабрь – это правда. Очень-очень хороший месяц. Мне нравится, что в декабре у нас столько-столько праздников. И, конечно, осталось немного времени до Нового года. Совсем немного времени. 10-11 дней осталось до Нового года. Вы уже приняли решение. Вы уже придумали, где, с кем, как в этом году вы будете праздновать Новый год. Кто-то думает еще. Ну, пора уже, друзья, понять, как в этом году вы собираетесь праздновать Новый год. Хочу прочитать для вас 1 Фессалоникийцам, 1 глава, 3 стих. Здесь апостол Павел обращается к Фессалоникийцам и говорит следующее. «Непрестанно помятую ваше дело веры и труд любви и терпения упования на Господа нашего Иисуса Христа перед Богом и Отцом нашим». Дело веры, труд любви и терпения упования. Давайте все вместе скажем. Дело веры, труд любви и терпения упования. Еще раз. Дело веры, труд любви и терпения упования. У каждого из нас есть дело веры, труд любви и терпения упования. Есть вещи, которые мы делаем именно потому, что мы доверяем Богу. Именно потому, что мы следуем за Ним. Есть какие-то вещи, которые мы делаем именно потому, что мы добровольно поклоняемся Ему каждый день. Есть какие-то вещи, как здесь написано, труд любви, которые мы делаем по любви. И это чаще всего то, на что другие люди могут обратить внимание. Труд любви. Когда ты что-то делаешь именно потому, что любишь. И это любовь не наша, а любовь, которую Бог нам дает. Его любовь в нас. Это наш труд любви. И в том числе, когда мы говорим о нашем совместном служении, когда мы участвуем в жизни друг к другу, и когда мы приносим Господу наши дестины, наше пожертвование. Это наш труд любви. А потом Он говорит терпение упования. Давайте все вместе скажем терпение упования. Есть дело веры, есть то, что мы делаем именно потому, что мы доверяем Ему. Есть труд любви, есть какие-то вещи, которые мы делаем, и другие люди на это могут обратить внимание. А есть терпение упования. На это никто не обращает внимания. Потому что никто это не видит. Это то, через чего вы проходите. Но поверьте, Бог, который видит невидимое, воздает явно. В течение этого года, осталось всего лишь 10-11 дней до начала 2021 года, в течение этого года вы как никогда были верны Богу. Я потрясен вашей верности Богу во всем. В посещении церкви, в помощи друг другу, в десятины, в пожертвовании, в молитве. Мы совершенно по-другому теперь понимаем, что значит тайная комната. Мы по-другому теперь понимаем, что значит там, где двое или трое собраны во имя Мое. Мы по-другому теперь понимаем, как хорошо и приятно быть братьям вместе. Мы по-другому теперь понимаем, все дышащее дохвалит Господа. Есть какие-то места Писаний, которые для нас, ну, они для нас проявили новое значение. Ну, и во всем этом, в течение всего года, есть ваше личное дело веры, труд любви и терпение упования. Мы через многое прошли. И в каком-то смысле наша вера была испытана в этом году. Я восхищен вами. Вы молодцы. Мы через это вместе прошли. И Бог на это обращает внимание. Точно так же, как когда-то Иисус сказал своим ученикам, эта бедная вдова больше всех положила. И в этом году, может быть, твоя вера тебе стоила больше, чем другим людям. Но Бог на это обращает внимание. И сейчас Он обращает внимание на то, что ты делаешь, именно потому, что ты принял решение доверять Ему. Потому что Он наш Царь и Бог. Он наш Господин. И мы делаем именно то, что Он говорит. Аминь. Давайте мы сейчас приготовим наши десяти, наши пожертвования. Мы в течение всего года вместе молились, вместе жертвовали, вместе служили. И сейчас осталось буквально это воскресенье и следующее воскресенье до Нового года. Кстати, 3 января мы вместе будем принимать причастие. Приглашаю вас на первое богослужение в 21 году. 3 января мы будем вместе принимать причастие. Я чувствую, как Господь обращается ко мне. И у меня есть особое слово именно для первого воскресенья 21 года. И мы будем проповедовать вместе с Епийским фабриком в этот день. Господь, мы отдаем Тебе сейчас. Мы посвящаем Тебе. Мы то, что приготовили для Тебя, то, что отделили для Тебя сегодня, с радостью и с доброходным сердцем отдаем Тебе. И благодарим Тебя, Господь, за Твою верность в нашей жизни. Я благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты нам дал способность доверять Тебе. Благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты нам дал силу для того, чтобы мы могли трудиться для Тебя. Благодарю Тебя, Господь, за терпение, которое Ты нам дал, для того, чтобы мы смогли пройти все испытания, с которыми мы встретились в этом году. И, Господь, я прошу Тебя о том, чтобы наступило время урожая для каждого человека, который был верен Тебе в этом году. Во имя Иисуса. Халлелуйя. Если вам удобнее, вы сегодня можете пожертвовать онлайн, или вы можете сегодня пожертвовать с помощью белых конвертов, и вы можете оставить конверт при выходе из зала, когда служение закончится. Также у нас в фойе церкви есть электронные пожертвования, если вы бы хотели пожертвовать с помощью электронных карт. Также сегодня, может быть, вы обратили внимание на то, что мы приготовили для вас еще красный конверт. Я вам расскажу чуть попозже о том, для чего именно красный конверт. Давайте мы отдадим Господу то, что мы сегодня для Него приготовили. Если вы хотите сделать пожертвование, отдать десятину или пожертвовать на один из особых проектов церкви, у вас есть несколько способов это сделать, используя сайт церкви «Благая Весть Онлайн» раздел «Пожертвовать». Банковской картой, выбрав регион, в котором была выпущена карта, далее заполните форму и обязательно выберите филиал церкви, который вы регулярно посещаете. «Благая Весть» на метро «Щелковская», «Благая Весть Юг», «Север», «Юго-Запад» или «Благая Весть Онлайн». Через систему «Сбербанк Онлайн», набрав в поисковой системе «Благая Весть». Далее, из предложенных вариантов, выберите церковь «Благая Весть», если вы регулярно посещаете церковь в Москве, или «Благая Весть Онлайн», если вы каждое воскресенье смотрите нас через интернет. В назначении платежа укажите «Добровольное пожертвование». Также вы можете пожертвовать церковь через PayPal или распечатать реквизиты церкви и совершить пожертвование, лично присутствуя в банке. Если у вас остались вопросы, напишите нам в чате, мы обязательно поможем вам. Сегодня я сею свои финансы в Божье Царство. «Я поклоняюсь Богу, отдавая свои деньги, и я делаю это в послушании Богу и Его Слову. Благодаря моему послушанию Божье Слово будет проповедано моему ближайшему окружению и даже до краев земли, и многие люди достигнут совершенства в Иисусе Христе. Бог пообещал, что Он благословит меня за то, что я с верностью отдаю десятину и пожертвования, и я верю, что во всех сферах моей жизни произойдет умножение. Верой я сею, и верой я принимаю свой урожай». Дорогие друзья, откройте, пожалуйста, Луки, Евангелие от Луки, 17 глава. Евангелие от Луки, 17 глава. И сегодня мы будем читать с 1 по 6 стих. С 1 по 6 стих. Сразу же хочу напомнить о том, что мы будем праздновать Рождество в этом году, 8 и 10 января. На пятницу 8 числа и воскресенье 10 числа все служения будут одинаковыми, поэтому выберите служение, которое вам удобнее в пятницу или в воскресенье. Точно так же в филиалах на юге и на юго-западе будут служения и в пятницу, и в воскресенье, поэтому регистрируйтесь на служение для того, чтобы праздновать Рождество. И хочу тебе лично сказать, Рождество, мы привыкли праздновать Рождество в церкви, правда? Мы приходим в церковь, здесь большой праздник. Кстати, вот вы соскучились по хору? Я соскучился по хору. Я тут один на сцене стою, вот прыгаю, вот я не могу вместо всего хора тут прыгать. Мне не хватает хора, мне не хватает хоровое пение. Именно на Рождество хор уже готовится петь на Рождество, и у нас будет хор на экране, но будет все-таки хор в воскресенье и в пятницу, 10 и 8 января. Поэтому приготовьтесь, вместе мы будем праздновать Рождество. Но Рождество также нужно праздновать дома. Как в этом году вы будете праздновать Рождество? С кем в этом году вы будете праздновать Рождество? Когда в этом году вы будете праздновать Рождество? Мы приготовили для вас страницу на сайте ignc.org о Рождестве. Там вы найдете рождественскую историю во хронологическом порядке. Вы там найдете открыточки, которые вы можете скачать и в WhatsApp или в соцсетях отправить друг другу открытки поздравления с Рождеством. Там вы найдете рождественскую музыку и много что другое специально мы приготовили для вас. Когда, как и с кем в этом году вы будете праздновать Рождество, потому что Рождество это твой личный праздник. Итак, Евангелие от Луки, 17 глава, с 1 по 6 стих. В 5 стихе мы видим, что ученики задают Иисусу вопрос. Господи, умножь в нас веру. Почему они это говорят? «Сказал также Иисус ученикам, невозможно не прийти с соблазном, но горе тому, через кого они приходят. Лучше было бы ему, если бы мельный жернов повесили ему на шею и бросили его в море, нежели чтобы он соблазнил одного из малых сих. Наблюдайте за собой, если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему, если покаяться, прости ему, и если семь раз в день согрешит против тебя, и семь раз в день обратится и скажет, каюсь, прости ему». Именно здесь, когда Иисус сказал семь раз в день, ученики сказали, умножь в нас веру. Но давайте еще раз посмотрим на первый стих. «Невозможно не прийти с соблазном». Соблазном с греческого языка на русском есть очень похожее слово «скандал». Мы попадаем в самые разные ситуации, даже иногда попадаем в провокационные ситуации. Кто-то что-то говорит, мы как-то неправильно реагируем. Раз тебя уже и согрешил. «Скандал», «соблазн», «невозможно не прийти с соблазном». Ну, кивните головой, если вы согласны. Это не очень приятная весть. Но мы знаем, что это правда. И даже знаем это с самого детства. Что проблемы бывают. Люди нас обижают, разочаровывают. Не всегда все идет так, как нам хочется. Невозможно не прийти с соблазном. Но горе тому, через кого они приходят. «Наблюдайте за собой». Давайте все вместе скажем. «Наблюдайте за собой». И здесь мы видим личную ответственность каждого из нас. У каждого из нас есть личная ответственность. Наблюдать за собой. Что делаю я? Что говорю я? Как мои действия и слова влияют на жизнь других людей. Невозможно не прийти с соблазном. Но горе тому, через которого они приходят. «Наблюдайте за собой». Это ответственность каждого из нас. Но здесь, когда Иисус говорит, «Если согрешил против тебя, брат, выговори ему», Он это говорит с целью восстановления взаимоотношения. Иисус вообще про восстановление взаимоотношений. Он пришел на землю и в результате восстановил взаимоотношения между людьми и Богом. Он говорит, что нужно прощать и нужно просить прощения. Когда Он здесь говорит «выговори ему», Он говорит об этом с целью того, чтобы мы нашли мир в наших взаимоотношениях. Не для того, чтобы разжечь скандал или проблему. Вот это вот словосочетание «выговори ему». Оно так звучит немного агрессивно. Поговори. Надо поговорить. Если тебя кто-то обидел, если кто-то согрешил против тебя, если кто-то сделал что-то против тебя, Иисус говорит, что надо поговорить. Более того, Он не говорит обидчику поговорить. Если кто согрешил против тебя, Он говорит обиженному, если тебя обидели, не жди, пока догадается тот, кто тебя обидел. Может и не догадаться. Может и вообще даже не знать о том, что он сделал что-то против тебя. Может и не знать, что обидел тебя. Чаще всего происходит именно так. Поэтому здесь Иисус говорит, наблюдайте за собой, чтобы не стать причиной соблазн. А потом он говорит, если кто согрешил против тебя, иди поговори с ним. То есть Иисус говорит тому, кто обиделся, будь первым для того, чтобы пойти навстречу и поговорить. А потом, если семь раз в день тебя обидит и попросит прощения, прости ему. Ну, это вот как и для учеников было. Так и для нас сегодня сложно. Ученики ответили, сказали, Господи, умножь в нас веру. Я сейчас скоро доберусь до ответа Иисуса. И это главная мысль сегодня, как Иисус ответил на их просьбу. Это главная мысль сегодня. Но сначала я хочу, чтобы мы поняли, что это относится ко всем нам. Невозможно соблазном не прийти, наблюдайте за собой, выговори, сделай шаг на встречу к вашему обидчику. И если попросит прощения, и даже семь раз в день, если ему нужно будет просить у тебя прощения, прости ему. Но мы иногда такие, что если раз в год повторится, то мы уже вычеркиваем. Даем уже характеристику человеку. Вот, понимаете. А здесь Иисус говорит, семь раз в день. А иногда, вот если человек один раз, второй раз, третий раз. Вычеркиваем человека из список друзей. Умножь нас в веру. То, что попросили ученики. Вы понимаете сейчас, почему ученики сказали именно это? Ну, кивните головой, вы понимаете. Мы же все люди, вы понимаете. В филиалах на юге, на юго-западе. Все, кто смотрит сейчас онлайн, кивните головой, скажите, да, я понимаю. А как Иисус отвечает? Он не говорит, да, пожалуйста, найти вам больше веру. Нет, он говорит, если бы вы имели веру зерна горсичные и сказали, смоковнице сей, исторгнись и пересадись в море, то она послушалась бы вас. Вместо того, чтобы сказать, молодцы, правильный вопрос задали. Они задали некорректный вопрос. И все равно Иисус отвечает и на некорректные вопросы. Они сказали, Господи, умножь нас в веру. А вместо этого он сказал, если бы у вас было вот столько веры, вы бы смогли сказать смоковнице сей. Смотрите, здесь Иисус связывает веру с тем, что мы говорим вслух. Затем с седьмой по десятый стих идет урок о силе наших слов. Урок о вере. То есть ученики задали Иисусу вопрос. И тем самым они дали ему возможность рассказать или раскрыть им истину. И конкретно здесь Иисус говорит о силе веры или о силе наших слов. Если бы у вас было веры вот столько, Господи, умножь нас в веру. Если бы у вас было веры вот столько, тогда вы смогли бы сказать. А здесь на греческом языке форма слова сказать. Лего звучит так. Если бы вы сказали с властью, если бы вы приказали смоковнице сей. Речь идет о непрощении. Речь идет об обиде. И я хочу сегодня задать тебе вопрос. Что бы ты хотел оставить в 2020 году? Что бы ты хотел оставить в 2020 году? Десять дней до Нового года. Что бы ты хотел оставить в 2020 году? Ну, конечно, коронавирус. Правильно? Ну, над этим работают врачи. Правильно? Над этим работают самые лучшие ученые мира. Над этим уже работают. И, может быть, есть какие-то другие проблемы, которые вы бы хотели оставить в 2020 году. И эти проблемы, они как бы вот вне предела твоего влияния. Кто-то другим этим занимается. Я бы тоже хотел оставить коронавирус в 2020 году. Я бы хотел оставить пробки в Москве в 2020 году. И многое, что другое, на что я никак не могу повлиять. Правильно? Кто-то другой над этим работает. И слава Богу, Господь, благословляем тех людей, которые борются с коронавирусом. И благословляем тех людей, которые борются с пробками в Москве. И со всеми остальными проблемами, с которыми мы лично ничего сделать не можем. Но я могу только аккуратнее ездить и в публичных местах носить маски и перчатки. Вот это я могу сделать. А что бы ты хотел оставить в 2020 году? На что ты можешь повлиять? «Если бы у вас была вера из горчичного зерна, и сказали бы смоковнице сей». Смоковница. Вот Иисус здесь говорит о прощении, о непрощении. И потом раз, у тебя смоковница. Смоковница – это дерево с очень глубокими корнями. Похоже на обиду немного. Чаще всего проблемы, с которыми нам нужно разбираться, они имеют очень глубокие корни. Настолько глубокие корни, что мы начинаем говорить, «Ой, а вот в детстве, когда все началось с моих родителей, может быть, действительно это так, и у твоей проблемы такие глубокие корни, что ты даже не знаешь, как далеко они идут». Но если ты скажешь с властью смоковнице сей, не обиды, не прощения, обиды, может быть, другие вредные привычки, которые есть в вашей жизни, что бы ты хотел оставить в 2020 году, даже если у этой проблемы очень глубокие корни? Из смоковницы делали гробы. И у нас с вами есть проблемы, ну, например, как непрощение. Конкретно здесь Иисус говорит о непрощении. Непрощение, вредные привычки или другие проблемы, которые ты бы хотел оставить в 2020 году. смоковнице, и смоковнице делали гробы. И твои проблемы тоже могут тебя довести до... Я не буду продолжать. Вы сами можете продолжить. Плоды фиговое дерево были горькие на вкус. Точно так же, как обиды и непрощения. Плоды есть, но они очень-очень горькие на вкус. И для того, чтобы фиговое дерево могло распыляться, нужно было, чтобы особый ос ее ужалил. Точно так же и в нашей жизни обиды и непрощения обычно приходят к нам извне. Кто-то начинает сеять какие-то мысли. У тебя не было проблем, а потом кто-то пришел и сказал, как ты вообще можешь позволить, чтобы с тобой так поступали? Тебе что, не обидно? Тебе нужно постоять как-нибудь там за свои принципы. У смоковницы были глубокие корни, и смоковницы делали гробы. Фиговое дерево горько на вкус. И точно так же, как фиговое дерево распыляло с помощью укус. Оса. Оса. Иногда кто-то тоже нас должен ужалить для того, чтобы не обида и прощение распространялось. И когда мы сами находимся в непрощении, когда мы сами обижены, когда у нас серьезные проблемы, которые влияют на нашу жизнь, мы начинаем распространять эти проблемы. Мы начинаем передавать эту обиду, эту непрощение. Мы начинаем это передавать другим людям. И у этих проблем в нашей жизни, настолько глубокие корни, что нам кажется, что мы с этим ничего сделать не можем. И в итоге мы, как ученики, говорим, Господи, умножь в нас веру. Точно так же, как ученики попросили о помощи. Господи, умножь в нас веру. Иногда мы тоже говорим, Господи, умножь в нас веру. Но вместо этого Иисус говорит, а если бы у тебя было веры вот столько вот, и ты бы сказал, то есть вера у тебя есть. Даже если его совсем немного, у тебя вера есть. Но только тебе нужно сказать, смоковнице сей, тебе нужно сказать своей проблемой. использовать власть, которую Бог тебе дал. 17 глава, 6 стих. Посмотрите еще раз теперь. Вот с этим пониманием. Если бы имели в веру зерна горсичная, Господи, умножь в нас веру. Иисус отвечает на вопрос, на некорректный вопрос, как выясняется. Вопрос, который мы тоже иногда задаем Иисусу. Я не могу. А вот он говорит, ты можешь. Если бы вы имели веру в зерна горсичная и сказали смоковнице сей, и сторнись, и пересадись в море, то она послушалась бы вас. Исторгнись. Вырвать с корнем. Вырвать с корнем. То есть не просто речь идет о симптомах, а речь идет о том, что вырвать проблему прямо с корнем. Это больно. Это довольно болезненно. И если вы когда-то пытались срубить дерево и затем выкопать корни этого дерева, вы понимаете, что это требует больших усилий. Даже если дерево уже высохло, оно мертвое, корни-то в земле, они еще наполнены водой, они тяжелые, и эти корни там между собой переплетались. Для того, чтобы вырвать дерево вместе с корнем, нужно достать лопату, нужно достать топор, нужен инструмент, пила, что-то нужно, ножовку раз-раз-раз, чтобы наконец-то достать дерево прямо с корнем. А иногда такие бывают деревья, без помощи трактора не разберешься. И после того, как ты вырвал это дерево прямо с корнем, остается грязь, дыра. Вроде как источник проблемы исчез, но некрасиво все. Теперь нужно поработать. Иисус наш целитель. И если почему-то ты боишься сказать своей проблемой, выйди вон, потому что ты знаешь, что это причинит тебе боль, иногда проще смириться с проблемой, чем лечить ее. Иногда проще смириться с проблемой, чем лечить ее. Потому что ты знаешь, что если ты ее будешь лечить, тогда нужно будет еще немного поработать. И тогда вместо дерева, ну, никому же вреда не приносит, вместо дерева у тебя останется огромная дыра, яма. Эту яму нужно будет чем-то заполнить. И может быть придется посадить что-то новое, маленькое такое вот, новое, маленькое, и придется поработать над тем, чтобы это новое выросло и принесло плод во время свое. То есть придется поработать. Но я хочу тебе сказать, если ты боишься сказать свои проблемы, непрощение, и особенно сейчас я обращаю внимание в том числе и на вредные привычки, если ты боишься сказать с веры «выди вон», вырвать эту проблему с корнем, ты понимаешь, что твоя проблема может тебя довести, да. Ты понимаешь, что ты ранишь других людей, ты понимаешь, что даже другим людям неприятно с тобой общаться, ты горький на вкус. Но ты боишься разбираться с этим проблемой, потому что будет больно. Проще с ней смириться. Иисус твой целитель. Иисус мой целитель. Давайте все вместе скажем Иисус мой целитель. Что бы ты хотел оставить в 2020 году? Какие есть проблемы в твоей жизни? Наблюдайте за собой. Горе тому, через кого приходят эти соблазны и обиды в жизни других людей. Наблюдайте за собой. Если есть в вашей жизни какие-то проблемы, с которыми вы думаете «я не могу, я все могу, но это я не могу». Прочее это такое оставить. Может быть и шезнет. Может быть со временем. Ты говоришь «Господи, я не могу умножь, умножь веру мою». У тебя хватает веры. Тебе нужно со властью сказать «выди вон». А потом доверять Иисусу. Он наш целитель. Он может сделать то, что ты не можешь. и если на самом деле с верой и с властью ты скажешь этой проблемой «выйди вон», то прямо вот вырвет, он может тебе помочь, прямо с корнем вырвать проблему. Может быть будет больно, но в этом процессе он поможет. И он не оставит тебя просто с ямой. Он потом тебе поможет. Он наш целитель. «Что бы ты хотел оставить в 2020 году?» О чем уже долгое время Дух Святой с тобой говорит? «Что бы ты хотел оставить в 2020 году?» Еще один вопрос. «А за что ты Богу благодарен в 2020 году?» Я бы не хотел закончить проповедь на такой ноте очень тяжелой. «Что бы ты хотел оставить в 2020 году?» Иисус твой целитель. Но вместе с этим вспомни а что Бог сделал для тебя в 2020 году? За что ты ему благодарен? Почему я говорю об этом уже сейчас? Потому что когда мы начинаем прославлять его, когда мы вспоминаем его милость, его силу, когда мы вспоминаем его спасение, нам проще доверять. если мы смотрим только на проблему, это один взгляд. Но если мы вспоминаем, что он уже сделал для нас, становится немного проще, потому что мы знаем, в кого мы уверовали. Аминь. Аминь. Склоните, пожалуйста, ваши головы. Отец Небесный, я благодарю тебя за веру, которую ты нам дал. Благодарю тебя, Господь, за то, что ты отвечаешь на наши вопросы. Благодарю тебя, Господь, что достаточно немного веры. Спасибо, Господь, за эту веру, которую ты уже нам дал. И прошу, Господь, о том, чтобы ты помог тем людям, которые сегодня особенно нуждаются в поддержке. Прошу тебя, Господь, о том, чтобы ты помог им с властью сказать смоковнице сей проблемы, с которым они столкнулись в этом году, выйди вон. Я благодарю тебя, Господь, что ты наш исцелитель. И я провозглашаю прямо сейчас восстановление исцеления для тех людей, которые сейчас вот они сделают, вот они на грани, они сделают этот шаг вверх. Прошу тебя, Господь, о том, чтобы ты помог и восстановил жизнь после того, как они скажут с властью выйди вон. Аллилуйя. И, Господь, также мы просим у тебя прощения за те моменты, когда мы ранили других людей. Прости, Господь. Прошу, Господи, о том, чтобы ты наполнил нам тех людей, которых мы ранили. Именно из-за того, что мы были ранеными, мы кого-то ранили. Именно из-за того, что у нас была горечь и непрощение, мы кого-то ранили. Прости, Господь, и помоги нам, чтобы мы теперь пошли восстановили взаимоотношения, попросили прощения у тех людей, которые нам нужно сегодня попросить прощения. Аллилуйя. Аллилуйя.